Субтитры сделал DimaTorzok Уже давно люди, в том числе, сидели у себя дома, а не то, что те, которые, значит, сходят по улице, направляются, ждут начала лекции. Поэтому я приветствую на нашей третьей встрече из цикла «Ретрадиционная история русского искусства». Ну, не такая уж она, я себе повторяюсь, не такая уж она и традиционная, вполне себе. Но вот я обнаружил, что появилась у нас такая, даже я, собственно говоря, не думал о ней, какая-то... Мы все время говорим об особенностях русского искусства, чем русская вот эта ветвь европейской живописи, европейского искусства, ну, как-то вот отличается от остальных своих западных собратьев. И сегодня наша встреча посвящена Академии художеств, конец XVIII, первой половины XIX века, как академизм, да, академия повлияла на искусство. Но я думаю, что вообще всем понятно, что повлияло очень значительно, собственно, как выглядит Академия художеств в Петербурге, его здание. Повлияло, конечно, значительно, поскольку вот это первое время до середины XIX века практически академия была, ну, почти монополистом. Говорю почти, потому что на следующей нашей встрече мы поговорим о некоторых исключениях. Но как-то мимо Академии все-таки пройти было нельзя, авторитет ее был огромен. В общем-то, вот слово монополия здесь тоже не случайно, мы сейчас тоже начнем с ним разбираться. Если начать вот с каких-то просто фактов, да, конечно, что Академия художеств под названием, первое ее название Академия трех знатнейших художеств была открыта, учреждена, точнее, в 1757 году, еще Елизаветой Петровной. Но все-таки такая более, что ли, основательная дата для Академии это 1764 год, когда уже Екатерина II, то есть впервые вот эта Академия, она была открыта скорее как такой филиал отделения Академии наук. А в 1764 году Екатерина II написала, во-первых, тоже как-то я прям даже удивился, не просто написала, а прям сочинила, потому что там такие есть очень интересные, прям авторские такие, явно вымученные, ну как сказать, работала она в общем над текстом, привилегии и устав Академии художеств, назвала ее Императорской Академией художеств. И подписала, соответственно, документы о том, чтобы было построено здание для Академии. Вот тогда, с 1764 года, в общем-то, и принято скорее вести отчет Академии. Ну, если немножко так об истории говорить, конечно, Академия это не первая в мире, первые Академии появились в Италии, первая Академия вообще вот такая основательная, классическая Академия, Академия братьев Карачи, художников, которые, вы только тоже вдумайтесь, Академия, это не просто учебное заведение, Академия всегда старалась, ну действительно, как будто бы претендовала на какую-то универсальность, глобальность, исчерпываемость, да, какой-то, что Академия удивительна, но как будто бы учебное заведение, которое должно быть началом, да, колыбелью чего-то, оно с рамого начала позиционировалось себя как конец, как венец, как предел вообще, потому что предполагается, что ты выучишься в Академии, а потом станешь академиком, то есть останешься в Академии, то есть как бы это такой вот такая вот волшебная гора, такая вот башня из слоновой кости, где как бы откуда люди вообще потом не уходят, но это мы тоже сейчас этого коснемся. Так вот, вы просто вдумайтесь, как назывались первые Академии. Вот та же Академика Рачи, она меняла разные названия, вот я выписал себе первое ее название, Академия стремящихся, другое название, Академия вступивших на правильный путь, и вот этот выбор правильного пути, он потом как бы остался за Академией, за академизмом, а в итоге повлиял вообще на политику академизма, на его какое-то вот внутреннее даже устройство. Ну, потом была, точнее, там Википедия гласит, что в конце 16 века, в начале 17 века в Италии было до 500 академий, то есть это не было совершенно никакой монополии, но потом, вот, например, это в Италии, да, такое, в общем, разброты шатаний, 500 академий, ну куда это годится. А вот во Франции появилась первая Королевская Академия живописи и скульптур в 1648 году, и она была единственная на всю страну, да, была вот такая главная. Это не была, то есть частная лавочка, она, как у братьев Карачи, она была вот королевской. И потом вот в России открывается Императорская Академия Художеств. И тут, так, а что я хочу, да, это вот вид сверху. А давайте мы про Императорское, у меня есть вот такие факты, я не знаю, какой первый, какой второй, с чего начать. Ну, давайте вот, может быть, вы вот, может быть, кто-то знает в зале, что особенного было в Академии. Чем Российская Академия отличалась от остальных Академий в мире вообще? Была такая уникальная особенность? Нет? Никто не догадывается, не знает, не читал. Ну, наверняка же вы слышали что-то, ну, просто вы, наверное, не знаете, что это вообще уникальная вещь. Вот поскольку Академия в Европе, Европейская Академия Художеств, это были такие высшие учебные заведения, и туда поступали, проходили какие-то отборы, знаете, экзамены, там еще что-то. И, ну, как вам сказать, это был выбор, это было заведение для взрослых, как университет, туда такие осознанные люди поступают. Российская Академия Художеств была, по сути, интернатом. В нее поступали в 6 лет. Все у нее Академия делалась на 2 отделения, училище и Академия. И в училище поступали дети с 6 лет, как в интернате там жили. В общем-то, они как в интернате жили вплоть до выпуска, который мог быть, когда им там 20, не знаю, ну, 20 лет точно. До 15 лет шло обучение в училище, и потом начиналась Академия. То есть Академия Художеств, это уникальная, Российская Академия Художеств, Императорская Академия Художеств, уникальное заведение, которое выпестовало человека, вот, ну, почти с пеленок, да, вот 6 лет. Потом, только в 19 веке училище, ну, как-то, я не знаю, обнулили его, нет, но, по всякому случаю, можно было поступать, повысили этот возрастную планку, и можно было поступать, вот, все-таки, там, с 16, может, с 18, да, в более сознательном возрасте. Стали включать, кстати говоря, тоже только в 19 веке стали вольнослушателей каких-то допускать, да, там уже мы знаем художников Венецианова, допустим, который в довольно зрелом возрасте поступил в Академию, там, учился. Можно было сделать позднюю карьеру, но задумана она была, Екатерина II, именно как Академия, в которой вот растет человек, да, это эпоха просвещения, это идея того, что сейчас мы возьмем, значит, наивную душу, ее воспитаем в самом таком правильном, строгом смысле. Поэтому в привилегиях уставе Екатерина II очень много внимания уделяется воспитанию, когда я говорю, что она там именно прям сидела, сочиняла этот устав, потому что там очень много перлов, вроде безделие рождает порочность, да, так давайте же займем ребенка, да, а воспитатели, пожалуйста, обратите внимание, у всех детей разные способности, значит, надо найти, значит, там, подход к каждому ребенку, в общем, она там сидела как-то, не просто какие-то правила прописала, но прям советы давала, развернутый этот устав довольно, вот, и поэтому, собственно, огромное это здание Академии, которые вот делятся на учебные классы, комнаты для учащихся, комнаты даже и преподавателей, воспитателей, воспитательниц, которые там жили. Это первая особенность. Вторая особенность, вы знаете, ну, Королевская Академия Живописи и Скульптур во Франции, она, конечно, имела определенные тоже привилегии, была под патронажем Людовика XIV, но тем не менее она была, ну, как бы такой отдельной организацией. А Императорская Академия Художеств, вот, кстати, это страница из привилегий и устава Академии Художеств, написанной самой императрицей-самодержецей Всероссийской Екатерины II. Вторая особенность, да, Российской Императорской Академии, что она была именно императорская, то есть она, в общем-то, я могу даже, собственно, зачитать, да, одно из первых, один из первых пунктов привилегии, то есть я хочу подчеркнуть, да, не просто устав, а какие-то особые, особенные права были у Академии Художеств. Вот что это за права? Для лучшего ободрения и успеха мы, пишет Екатерина II, приняв в свое покровительство сию Академию с воспитательным при ней училищем, определяем ей навсегда, ключевое слово, быть под единственным, ключевое слово, нашим императорским ведением или ведением, снабдя оную, потребную на нее сумму. То есть императорская академия – это не просто учебное заведение, это учебное заведение, которое находится под прямым патронажем, покровительством, собственно, я не знаю, является какой-то неким дополнительным департаментом при дворе императорском. То есть только императорская семья может что-то, является как бы вершиной, даже не просто, знаете, вершиной управления и прочее, как во всем государстве, а именно, как, знаете, ну вот есть министерства какие-то, есть Академия, да, и Екатерина II единолично как бы напрямую указывает, вот как должна действовать Академия. Это просто императорская, потому что негосударственная, да, то есть императорская не равно государственной, а вот прямо императорская, то есть личная такая вотчина императорской семьи. На что потом, собственно, активно ссылались сами директора Академии, активно, значит, писали об этом, потому что вот Екатерина II еще говорила, что мы под императорской семьей только ходим. И так, сейчас, что я хочу сказать. Вот, и это тоже как бы рождало определенные такие особенности, то есть, ну, во-первых, да, что там она написала, что в работу художников и вообще художников никто не может неволить, да, то есть художнику дана полная свобода, если они ничего там ни на какую военную службу, вообще ни на какую государственную службу, они от всего освобождены, все им как бы вообще полное, вот прям все художник, художника, свобода, знак равно, да. Но тоже, например, любопытная такая была деталь, мне очень понравилась, привилегия такая. Когда же из принадлежащихся Академии кто окажет себя в каковом преступлении, то по маловажным делам судим быть имеет всей же Академии, а в важнейших отсылать куда надлежит по законам. Впрочем, никакое место не может взять его, художника, да, член Академии, безведомое сношение с Академией, то есть Академия, это действительно прям такое отдельное, да, там, не то что, ну может не выше, но как бы наравне с Министерством юстиции, да, с правами, с судом, потому что если маленькие преступления, судим он будет в этой же Академии, да, не отдаем ему, как бы, все, художник, академик, учащийся Академии, это такое вот особое каста людей, как бы они вообще с отдельным судом судимы. Если вдруг возникают какие-то споры, писать мне, да, писать императору, императорской семье, вот они только решают, что происходит с художником. Если это как бы, ну правда особенная такая вообще ситуация, да, когда вот художник это прям вот такой вот святой человек, вот только, значит, императорская семья в это все входит в его дела. Они, да, там выделяются какие-то деньги, да, там, то есть художник растет, вы только просто вдумайтесь, как формировался русский художник начало 19 века. Ну, по сути, и всего 19 века, потому что Академия все-таки влияла, ну, весь 19 век, вторая половина 18-19 века, то есть он мальчик попадает, отнимается у семьи, да, попадает в этот интернат или пансион, живет, не видит белого... Когда читаешь литературу об Академии художеств, там, например, советскую, да, для которой было важно, знали ли учащиеся о художнике, о том, что происходило в мире, о политических событиях мира, о восстании Пугачева при Екатерине Второй или еще о чем-нибудь, или о Великой Французской революции, пишут так. Наверное, они догадывались, они видели из окна училища воодушевление, которое происходило на улице. То есть вы представляете, как бы, то есть мы не... Я не встретил в литературе уверенности исследователей в том, что учащиеся вообще выходили на улицу. Они полностью как бы жили вот в этом замкнутом, давайте я покажу, немножко напоминающем тюрьму пространстве, да, с внутренними дворами, да, с какими-то там комнатами всеми, какими нужно, там музей, там библиотека, там больница, там, в общем, их жилые комнаты. Они там общались, да, только вот с этими людьми, им нельзя было выходить. Там очень, при этом, вы знаете, там же шло очень такое серьезное, ну, за ними наблюдали, они очень, как бы, был большой упор на дисциплину. Вот я тут выписывал выражение. Честное и похвальное поведение и благонравие ценилось выше, чем художественные какие-то умения, да, потому что только тот, кто был благонравен и хорошего поведения, тот допускался, например, до экзамена. Если у тебя плохое поведение, ты там до экзамена, до какого-то определенного, да, просто не допускаешься, не растешь, тебя потом отчисляют и все, и заканчивается твоя карьера. Это, да, там на каждого ученика, там были месячные экзамены, четырехмесячные экзамены, полугодовые, годовые. Соответственно, каждый экзамен писалась записка, да, там воспитатель, там директор, директор, там профессор, академик. Все должны были писать отчеты о том, как ведет себя этот ученик, тот ученик. То есть на самом деле, если мы поднимем архивы Академии художеств, мы узнаем про каждого художника, простите, 19 века, каким он был подростком. Шалопай там или наоборот послушный, характер одинокий, угрюмый, там про Кипренского, что ли, да, там писали в отчетах. Типа вот он сторонится других детей. То есть такая слежка, ну не то, что слежка, но все было запротоколировано в отчетах, как бы кто как рисует и кто как себя ведет. Это вот у нас, слава богу, прям, что я вам скажу, каждый, ведь каждый студент и академик отчитывался, академия писала отчеты, которые были ежегодные, которые были составлены из отчетов своих там профессоров, академиков и студентов, в которых, например, писалось, кто какие картины написал за год, кто, значит, что сделал. Если посылали, там же, что такое, значит, финал академии, заканчиваешь академию, если ты получаешь золотую медаль и становишь, ну как бы получаешь право на, значит, поездку в Италию, вообще в Европу, то ты, соответственно, ты не просто поехал в Европу, там, кстати, она, эта поездка чуть ли не тоже трехлетняя была. То есть ты едешь на несколько лет и ты каждый, там, не знаю, месяц ты постоянно пишешь отчеты. Куда ты сходил, какие ты картины видел, что тебя, значит, там впечатлило. То есть это просто такое вот, ну правда, ну, я вообще хотел сравнить с какой-то антиутопией, да, в которой как бы вот просто каждый, да, да, потому что ты там, это не инстаграм, потому что ты не пишешь, ты не пишешь, встретил прекрасную девушку, поужинал в интересном месте и так далее. Ты пишешь, видел, познакомился с таким художником, посмотрел вот такие картины, сходил в музей, увидел такую коллекцию. Вот в этом храме чудесные росписи, значит, достоинства, недостатки, чему научился, что написал, какой-то блок работ тебе надо отправить, ты должен написать финальную работу какую-то, да, которая тебе зачтется за то, что ты, значит, на государственные деньги ездишь. Вот, то есть это человек с шести, я повторюсь, лет, ну, может быть, там постарше позже, да, там где-то третье девятнадцатого века, с тридцатых годов девятнадцатого века какие-то были там, поменялся устав, но что он рос в атмосфере постоянного контроля, фиксации, что он делает. Он честь, как бы, страны, он надежды нации, он передовой, представитель передового, там, человечества какого-то, да, просвещенного. И вот это рождало определенную фигуру академика, да, фигуру российского художника, которую, я думаю, весь девятнадцатый век царствовало. И, в общем-то, в какой-то, ну, то есть по русскому искусству, на русское искусство это тоже накладывало определенные отношения, мы еще про это поговорим. Ну, мы очень долго про академию, да, давайте двинемся дальше. Так, давайте двинемся дальше. Да, это рисунок как раз Венецианова, натурный класс в Академии художеств, просто чтобы вы представляли, как это выглядело. Итак, они рождены для лучшей доли, для какого-то, значит, улучшения человечества и прославления нации. И вот мне попалась такая отсылка к Дидро, а Дени Дидро был популярным философом, уй, 72-й вообще в России. А Дидро, он же был первым художественным критиком, вот недавно в Пушкинском музее была выставка на эту тему, салон Дидро. И у него была такая мысль, что для художника самое главное мораль и перспектива. Смысл какой-то, да, в работе должна быть мораль, и в работе должна быть перспектива, владение объемом, пространством, то есть вот какими-то такими чисто художественными, технарскими вещами. И, наверное, это, знаете, такая вот тоже беда, что ли, беда, не беда, что мы стали жить, ну, Академия художеств жила, как бы разделяя и одновременно акцентируя внимание вот на этих двух полюсах, которые она как бы пыталась поженить. Но от этого брака, условно говоря, возникали довольно такие, знаете, суховатые дети, скажу я вам. Вот. Что это за суховатость? Ну, я начну, да, давайте поговорим о морали. Да, вот это хорошее поведение, да, там, цвет нации. И, а как мораль вообще, да, с помощью чего мораль может быть, как бы, возвышена? Ну, вот, например, прежде всего через красоту, то есть нужно обязательно, Академия дает, то есть как можно мораль и перспективу поженить в красоте, да, изображение должно быть прекрасным, люди должны быть на картинах прекрасны, все должно быть прекрасным. И вот Архип Иванов, может быть, Иванов, он не родственник тому знаменитому Александру Иванову, который «Явление Христа народа» написал, а просто однофамильец. И вот он выпускает книгу «Понятие совершенного живописца», в которой пишет, что картины, его картины, да, некого художника, живописца, не будут совершенны, если находящаяся в них красота не будет провождаемой приятностью. Я вообще здесь хочу разделить, да, указать на то, что для людей вот этого поколения, да, рубежа XVIII-XIX веков художников было в их теории искусства, было два, это было два понятия, красота и приятность. Значит, красота, это вот просто красота, точнее, красота, это благородное слово, античная красота, это эталонность, это, ну, вот какая-то вот прям гармония, да, но гармония основанная на законах определенных. И приятность, приятно смотреть. И там даже этот Архип Иванов, он развивает эту тему, говорит, что не все приятное красиво, например, как бы приятно, значит, интересно, да. Интересно смотреть, ну, там, нам, допустим, фильмы ужасов, да, они тоже тогда эти теоретики говорили. Иногда приятно смотреть на неприятные вещи, вот. Соответственно, иногда некрасивое бывает приятно, а красивое бывает неприятно, потому что красив, там, воин, допустим, там, какой-то героический, да, портрет воина, еще что-то, или, допустим, подвиг, или же самопожертвование, самосожжение, еще что-то, какое-то самоубийство этих древних римлян. Это все красиво, но, может быть, неприятно, да, потому что слишком, там, нас учат чему-то. И вот это, между красивым и приятным, они там как-то вот так вот вертелись. Но в то же время вот это понятие красоты, что, как мы, опять-таки, как мы должны его почувствовать? Красота всегда как-то этически окрашена. И вот, допустим, Тарас Шевченко, да, это связано еще и с понятием природы. Природа все-таки прекрасна или непрекрасна, да? Просто написать реальное достаточно, или мы должны эту реальность еще как-то, что называется, повысить, повысить в ней этический градус, чтобы возвысить до красоты. И Тарас Шевченко, да, известный украинский поэт, художник, он учился в Академии художеств, собственно говоря. И это в его произведении, прозаическом, посвященном искусству, вот где-то середина XIX века, повесть под названием «Художник», у меня есть такие слова, в истинно художественном произведении есть что-то обаятельное, прекраснее самой природы. Это возвышенная душа художника, это божественное творчество. Вот как бы, да, вот, божественное творчество, оно даже выше природы. И, ну, и дальше он продолжает. Зато бывают и в природе такие чудные явления, перед которыми поэт-художник падает в ниц и только благодарит творца за сладкие душу, чарующие мгновения. Вот, чтобы мы понимали, что такое искусство восприятия XVIII-XIX веков, это чарующие душу, чарующие мгновения. Да, это вот некое такое очарование перед чем-то, что должно все-таки и в природе, и в художественном произведении как бы превзойти всякие чувственные ожидания, да, душевные ожидания, вообще наши какие-то, ну, средние впечатления. И, конечно, в Академии это было связано с разработкой каких-то вот этих гармоний, каких-то законов. И вы знаете, да, что они, разумеется, то есть как было устроено образование в Академии художеств. Сначала, и это так, собственно, происходит в обычной художественной школе, то есть советская художественная школа тоже очень много взяла от образования XVIII века, условно говоря. То есть в чем оно заключалось? Сначала вы рисуете слепки, образцы классические, а уже потом переходите к живым людям. И, соответственно, когда вы пишете живых людей, вы должны в голове держать идеальных людей античности, которых вы до этого рисовали. Сначала статуя, потом человек. На самом деле, просто если вы задумаетесь, ничто не мешает вам сразу рисовать живого человека. Или ничто вам не мешает сразу рисовать человека в одежде. Но нет, сначала вы должны постигнуть идеальное обнаженное тело, а потом уже его одевать. Это классическая школа. Собственно, принцип импрессионистов отличается именно тем, что импрессионисты и после импрессионистов перестали рисовать сначала обнаженного человека. Рисовали его сразу в том, в чем он находит, во что он одет и где он находится. А не какие-то модели, которые уже потом драпируются, покрываются какими-то цветотенями. То, что вы видите, это рисунки Лосенко. Лосенко один из таких вот столпов академизма. Сам окончил академию, один из первых выпускников. Был в поездке тоже по Европе, был во Франции, известны его отчеты о поездке во Францию. И вот он тоже рисовал такие вот некие схемы для будущих студентов, как нужно рисовать. И когда вы смотрите на эти схемы, вы, конечно, понимаете, что это какие-то несуществующие люди. Вам предлагается рисовать людей на основе кругов каких-то, определённых золотых сечений, которые, конечно, может быть и существуют какие-то пропорции в человеческом теле, но не всегда они так строги, так точны, как вам это рекомендует делать Лосенко. И уж тем более, совершенно как бы фантастика, это помешанность на античном профиле. Это немножко такая выдуманная вещь анатомически. То есть, что чем прямее линия лба, переходящая в нос, тем прекраснее лицо. Хотя таких лиц в природе почти нет. Так, да. И, собственно говоря, это рождает вот такие вот фантастические картины. Перед вами работа Андрея Иванова. Это как раз уже отец Александра Иванова. Адам и Ева с детьми под деревом после изгнания из рая. 1803 год. Если вы смотрите на эти тела, вы видите, что они абсолютно, ну, как бы, такие выдрессированные тела, атлетические. И более того, они даже не столько похожи на тела людей, сколько на тела античных статуй. Особенно в эту пользу говорят вот эти вот чудесные складочки, которые есть, например, на скульптуре поликлета. Так, которые называются. Ну и неважно. А вот на античных скульптурах, но как бы у людей, ну, не знаю, может быть, у каких-то, как они называются там, суператлетов, они, может быть, и наблюдаются. Да, довольно такая искусственная сцена. И более того, когда вы смотрите на вот эту зарисовку из натурного класса, вы видите, что кроме обнаженного натурщика в зале присутствует вот такая скульптура. Присутствует скульптура. Это, точнее, это не скульптура, это такая, ну, кукла, да, кукла с мышцами, некая модель, которую тоже ставят примерно там в какую-то тоже позу. Одним словом, она присутствует рядом с натурщиком, чтобы художники подглядывали, ну, как бы смотрели на устройство там мышц, на какое-то еще более гармоничное тело, чем у натурщика. И всегда как-то их могли связывать, да, никогда не доверяли зрению. Всегда нужно было все проверять через анатомию или через, там, условную математику, через пропорции, но не обязательно рисовать то, что ты видишь. Более того, мне очень нравится такая фраза, тот же Андрей Иванов пишет своему сыну Александру. Теперь у нас в Академии с преподаванием воспитанникам теории изящных искусств Григоровичем строго держится правило копировать натуру, что и весьма похвально, особливо, когда натура предъявляется в хорошем виде. Но, как это бывает очень редко и даже невозможно найти человека во всех частях совершенным, давайте Адам и Еву посмотрим, совершенным, то не следует ли те его несовершенства дополнять тем, чему художник научается предварительно в гипсовом классе, рисованием с антиков, и не должно ли приучать молодых людей к тому заблаговременно, чтобы не сделать их слепыми подражателями натуре без разбора. Вот, слышите, да, ни в коем случае нельзя стать подражателем натуре без разбора. Надо как-то все-таки соизмерять натуру, природу с антиками, с лучшим. Зачем писать природу, когда есть идеал? Ну и, в общем, здесь я показываю несколько работ. Вот примеры ранних академических работ. Вот это Акимов, художник Акимов, Прометей делает статую по приказанию Минервы. Но очень странные позы, это, конечно, вы видите, вот особенно, ну, скульптура Прометея, довольно, да, какое-то странное положение, он как-то весь спирально выгнулся. Это, конечно, все постановки. То есть вот эти первые живописные картины, понимаете, ну, негде вообще же найти натуру, да, найти натурщиков. И поэтому все, что рисуется, все рисуется в стенах академии. И даже из каких-то академических штудий. То есть вы сначала ходили в натурный класс, рисовали людей, ну, просто натурщиков, их все, вот, все ваши одноклассники нарисовали. А потом вы из этих уже рисунков делаете, делаете, компонуете какую-то другую картину. То есть мы знаем у других художников, по-моему, того же Лосенко, Антон, по-моему, зовут, у того же Лосенко картины, где просто сидит натурщик обнаженный, ну, как-то он сидит тоже в какой-то такой позе задумчивой, и картина называется «Каин», «Авель», еще как-то, да, там скульптура Козловского под названием «Размышляющий или задумавшийся Александр Македонский». И это просто обнаженный человек в шлеме, да, там нет, там не будет никакого, ничего особенного от Александра Македонского, да, это просто натурщик, но, как бы, какая-то придумывается сцена, какой-то персонаж, и наделяется какими-то качествами. То есть, что это какой-то именно Прометей, и он делает статую, статую кого, ну, в общем, там, может быть, в мифе что-то про это говорится, но на самом деле и статуя, и Прометей, и Минерва, все это просто какие-то вот такие студии учебные, которые сходятся вместе в какую-то, компонуются в какую-то картину. Академия была помешана на двух вещах. Это были такие два столпа Академии художеств, если мы говорим именно про живопись. Это рисунок и композиция, или компоновка. Тогда, по-моему, не использовали слово композиция. Компоновка. Рисовали, вы знаете, просто до изнеможения. А, сейчас, подождите, это я вам показываю еще. Да, рисовали до изнеможения. Известно, особенно, опять-таки, начинали с антиков, начинали со скульптур. И известно, что если натурщики менялись, если натурщики, они сегодня одни, завтра другие, поза, они могут уставать, меняется поза и прочее, и прочее, то скульптуру рисуй просто вообще не хочу. Она все время вот стоит, тебя ждет. И в итоге известны байки такие про выпускников Академии, что они могли нарисовать там, не Самсона, простите, а какого-то Геркулеса, отдыхающего Геракла, или какую-то другую статую, там, Лаокоона, могли нарисовать закрытыми глазами, и начиная с большого пальца ноги, там, условно говоря, одной линией, потому что они очень хорошо, ну, за, получается, сколько там, 15 лет, да, за 15 лет изучали эти скульптуры. И, соответственно, те, кого они писали, конечно, начинали обладать скульптурными чертами, просто потому, что они скульптуры рисовали больше, чем живых людей. И также было важнейшее такое задание, тоже, как бы, сначала они рисуют антики, даже до антиков они перерисовывают картины. То есть очень много было построено на копиях. Копии, 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 копии. Читаешь отчеты Академии художеств. Такой-то академик изготовил копию такой-то картины, такой-то академик изготовил копию секвой-то картины. Все они изготавливали копии, гравировали, копии, писали картины по гравюрам, делали гравюры с картин. То есть это, действительно, Академия художеств была построена, ну, правда, на очень большой доле муштры, которая, и это тоже многие исследователи говорят, каких-то художников погубила, то есть абсолютно превратила в таких безвольных копиистов, других, ну, а кого-то, значит, вознесла, они смогли это как-то использовать, синтезировать свое-чужое и получить какой-то новый продукт. То, что я вам сейчас показываю, извините, за плохое качество второго правого изображения, это, сейчас скажу, это Григорий Михайлов, вот слева, Григорий Михайлов, Прометей, 1839 года. И справа это тоже Прометей прикованный, художника Павла, по-моему, Венига, 1892 года. То есть прошло 50 лет, там, да, ну, около того, 30, там, с чем-то лет. Очень схожие позы, какие-то решения, ну, возраст поменялся, да, но хочу подчеркнуть, да, то есть прошло, то есть первая половина 19 века, конец 19 века, решение идеи, как изобразить Прометея, ну, как бы, вот, мало изменились. Конечно, были и другие Прометей в Академии художеств, но вообще-то он, как минимум, может еще стоять, вот, или сидеть, или еще что-то, да. Орел может непосредственно клевать его там тело, еще как-то. Но, очевидно, ну, как мне кажется, да, что Веник вот этот просто, совершая очередную студию, да, копируя, допустим, более ранних выпускников Академии, значит, сделал свою вариацию, уже существовавшей когда-то композицией. Да, гладкость, скульптурность, и в итоге все это легло именно вот в это понимание, что такое Академия, да, академическая живопись. И потом, там, спустя годы, Александр Иванов как раз, так, найду хоть эту цитату там. Так, 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 так. Да, Александр Иванов пишет из поездки по Италии о современной живописи, современной ему живописи. Все остальные художники в Риме поклонники замашистой живописи, копирователи живого мяса человеческого, театральные композиторы, похабно-кислые мыслители. Вот так он ругает современную ему живопись. Ну, я думаю, что, наверное, это что-то вроде этого, да, Делакруа, «Свобода на баррикадах», «Свобода ведущий народ». Как раз размашистая живопись, мясо человеческое и очень, конечно, похабно-кислые мыслители, да, тут труп без штанов лежит, да, вот какие-то тут не те темы, не те эмоции, не те люди в кадр попали. И, конечно, наверное, Иванову совершенно, это работа 1830 года, совершенно она ему претила и была, считала, он вполне мог, вероятно, считать ее и подобной ей живопись, романтическую, вот живопись Делакруа, какой-то неприемлемый, да, про Делакруа, даже его собственные соотечественники, современники, говорили, что он там пишет картины, как хвостом лошади. А как кто надо было рисовать? Когда Академия открывалась, лучшим художником был Жан-Батист Грёз. И вот, соответственно, какие-то его такие вот рисунки и его живопись ходила по Академии, как в качестве образцов. Я, кстати, забыл еще сказать, да, вот по поводу перспективы, по поводу муштры. Известно, что Антон Лосенко поехал в Париж и писал оттуда отчеты о том, что он видел. И что это были за отчеты? Вы просто, я вам прочитаю, а вы как бы поймете весь уровень, как бы, ту лексику, да, то мышление, которое тогда было в ходу в Российской Академии. Значит, один из исследователей пишет, что Лосенко, Аватто и Фрагонаре совсем не упоминает, а Шардене пишет, колера натуральны и кистью владеет натурально. Про других художников рисунок верный, колера весьма натуральны, композиция верная, хорошее разделение фигур по плану перспективы, хорошо группована. То есть, опять, да, композиция, группа, компоновка, рисунок, хорошо, натурально, там, да, там, то есть, он не скажет, там, произвело большое впечатление, да, он все оценивает очень вот так вот механически, да, натурально, удачно, разумно, там, например, да, экспрессия натуральная, самое такое удивительное слово, у Пуссена экспрессия натуральная, ну, вот, экспрессия натуральная, то есть, как бы, то есть, это очень такой немножко, правда, зажатое, что ли, такое сознание, закрытое, уж слишком запрофессионализованное, очень сухое. Можно, конечно, думать, что это он только для отчетов так, но очень может быть, что нет. И мы как раз дошли до Пуссена, ой, простите, до Лосенко, и до его работы под названием Владимир Ирагнеда 1770 года. Ой, подождите, я вам еще сейчас прочитаю. По поводу замкнутости академии, да. Отчет академии 1840 года. «Вкусы школ и народов изменяются, моды есть и в художествах, но прекрасные, как и истины, вечны, наблюдение и изучение их всегда полезно, и та школа непременно возвысится, в которой каждый художник трудится самостоятельно, отвергая манеры, принятые мечтательностью». То есть, вот эта манера, принятая мечтательностью, что-то замечтался художник, что-то тут на фантазию, манеру придумал какую-то. А нужно все, а истина, точнее, простите, прекрасная, как и истина, вечно. Или, ну да, ну и конечно о том, что главная задача художника – это польза и удовольствие. И непременно надобно, чтобы художество проповедовали нравственность, возвышали и укрепляли дух народный, чтобы они вместе утешали и поучали. Если же они не достигнут сей цели, или от он и отойдут, то недостойны никаких похвал, пишет Писарев, автор, значит, там, историй, историй для художников. Да, ну вот давайте Лосенко. Такая программная работа. Владимир и Рогнеда. Она тоже показывает особенности именно русской академии, как они делали картину. Берется русский сюжет. Если коротко, князь Владимир, это еще до крещения, пошел войной на пол, точнее, как дело было? Он решил посвататься к половецкой княжне Рогнеде. Она ему отказала, сказала, что не пойдет за рабыниного сына. Известно, что князь Владимир являлся побочным ребенком. И его это оскорбило глубоко. Он пошел войной, захватил ее город, убил ее, как бы, да, убил, казнил ее отца и братьев. И как бы уже в разоренном городе взял ее в плен и, собственно, заставил на себе жениться. Она стала там одной из его скольки-то жен. Я уж не помню, сколько их было, но был он многоженцем. И в этой сцене он как бы врывается во дворец со своими солдатами. Она вся в слезах, она опозорена, обесчищена, она лишилась родных. Их убил этот злодей Владимир, но он любезно берет ее за руку, касается другой груди и как бы извиняется и как бы говорит, что в общем я же предупреждал, ну, в общем, не знаю, что. Ой, смотрите, что-то я тут портачил. Ну, пожалуйста. И Лосенко там в сопроводительном тексте писал, что вот его мысль о том, что убил-то он ее отца и вратья в гневе, но приходит время раскаяться, приходит время не знаю, извиниться, да, и как-то в общем с дамой нужно быть более галантным, это с мужчинами как-то можно грубее. Вот. И, соответственно, учит тому, что вот злодей раскаивается, там как-то женская красота растапливает сердца, ну, в общем, что-то вот про вот про все это, про добрые чувства. Одним словом, картина учит добрым чувствам и каким-то светским манерам. Она очень так гендерно поделена, вы можете видеть, что на переднем плане, точнее, как на переднем, в общем, есть три женские фигуры, отображающие в том числе возраста женщины, юная девушка, значит, вроде женщина уже такая, может быть, ей как-то там 25-30, и старушка, вероятно, мать Рогнеды. И женская часть, это, простите, мужская часть, это Владимир, и это вот эти два стражника, странные сзади, которые как бы ждут, чем закончатся переговоры. Одним словом, знаете, уже сразу мысль семейная появляется, да, то есть это как бы мы видим, что это дом, да, это какие-то частные, очень семейные отношения, в том плане, что, ну, перед вами вообще будущий муж и жена, перед вами поколение семьи Рогнеды, перед вами, да, какие-то вот служанка, вероятно, да, и, возможно, какая-то вот мать или родственница. И вот мужчины и женщины делятся тоже по степени активности, то есть одни повержены, а другие как бы наступают, побеждают разными путями, то ли силой, то ли убеждением. И второй момент, который еще важно, чтобы мы обратили внимание, это сложный, сложная, то есть в картину вложена сложная ситуация со сложным эмоциональным таким содержанием. То есть нам нужно изобразить Владимира, который только что убил родственников Рогнеды, но при этом признается ей в любви. И нам нужно изобразить Рогнеду, который только что погибли, отец и братья, но а что делать? Как бы назад пути нет, уже тут как бы вообще выбора нет, но на самом деле надо покориться, ведь он, в общем-то, не злой, тоже выглядит, как просвещенный монарх, как в какой-то степени. Сложные эмоциональные, противоречивые эмоциональные чувства. И когда вы, ну, опять-таки, как сдавались экзамены, дается на всех студентов какое-то задание, и нужно его каким-то образом решить композиционно, и в то же время это было такая интересная, ну, на мой взгляд, действительно интересная, это уж другой вопрос, какие плоды это дайвало, интересные вот эти психологические ситуации, или психоэмоциональные. Вот перед вами работа ареста Кипренского, это его дипломная работа, Дмитрий Донской на Куликовском поле, 1805 год. Задание было такое, формулировка задания была такая, представить великого князя Дмитрия Донского, когда по одержании победы над Мамаем оставшиеся князья русские и прочие воины находят его при последнем почти издыхании. Итак, перед вами Дмитрий Донской, конечно, немножко в античном вкусе, это неоднократно будет, русских костюмов они не знали, знали только античные образцы, вот как-то пытались фантазировать на тему Древней Руси, костюмов Древней Руси. Итак, Дмитрий Донской должен одновременно быть на последнем издыхании, умирать от ранений, от усталости, только что был тяжелый бой, и в то же время радоваться от вести, что русские победили. Вот умирать и радоваться. И вот Кипренский как-то вот там разруливал эту ситуацию. Или другой пример. Александр Иванов приам на испрашивающей у Ахиллеса тело Гектора. Из истории из Илеады приам, царь Трои, приходит просить тело своего погибшего в бою сына. И он вот так вот унижается, встает на колени перед своим заклятым врагом, перед человеком, который, собственно, убил его сына. Он хочет его похоронить. Но при этом, то есть он должен умолять, он должен изображать раскаяние, он должен убеждать, как-то, да, он должен ссылаться на седины, на еще на что-то, как-то, что называется, вспоминать как бы все святое, да, как-то вот просить, но при этом это тот самый человек, который виноват в этом во всем. Это вот просто это твой враг заклятый. И как это сложная психологическая ситуация и как, соответственно, задача художника попробовать ее как-то решить. Ну, честно говоря, когда я смотрю на эту работу, я не уверен, что можно вообще ее решить и действительно ли как-то вот это изображение передает эти эмоции. То есть кажется, что все-таки одна из эмоций побеждает. В данном случае мольба. Мы никак здесь не можем увидеть никакого никакого его неприятия со стороны Пряма. То ли он как бы совершенно расслаблен, смерть сына его так, значит, поразило, что он готов вообще что-то называется ласкается к плечу Ахиллеса. Скорее более сложным выглядит лицо Ахиллеса такая смесь презрения какого-то такого, что вроде как же ты старик. Вроде я понимаю, что ты просишь, но как же ты можешь вообще, как ты дошел до моего дома, как тебе пришло в голову, что я могу твою просьбу удовлетворить. Кроме, да, тут вы понимаете, что на самом деле были вот эти формулировки, я уже одно зачитал, были формулировки, каким должно быть задание, что должен изображать художник. И здесь мне очень нравится такая фраза про художников 18 века в одной из книг была такая фраза у автора, то есть у художника нет прямого доступа к действительности, потому что у него на пути всегда стоит слово, всегда на пути стоит вот это короткое описание, что ему нужно изобразить. Или же он берет информацию из письменных источников. Ну, вы мне скажете, конечно, ведь Академия художеств там же не только исторические картины, там были и пейзажи, и пейзажисты, и портретисты, и медальеры, да, но действительно были разные отделения, разные художники учились разному и разные сдавали экзамены. Но в Академии художеств была иерархия жесткая, и высшим искусством была историческая живопись. Именно поэтому Кипренский, которого мы больше знаем как портретиста, все-таки мечтал и считал, что идеал искусства это историческая живопись. Ну, как историческая, то есть это и мифологические сюжеты, сюда тоже литературные, сюда тоже входили. То есть высшее назначение художника это писать вот эти самые эмоционально-психологические сцены с моментами там подвигов, с какими-то важными событиями из истории России или мира, или Библии, да, то есть должна быть картина со смыслом, а не натюрморт, не пейзаж, и даже не бытовой жанр, который тоже считался ну, чем-то вот таким вот не особо интересным. даже хочу тоже тут забегая вперед, забегая вперед, забегая сильно вперед, вот про эту, да, это Венецианов, его картина «Причащение умирающей» 1839 года. И по поводу этой картины Александр Иванов, который «Явление Христа народу» написал, пишет своему отцу, «Талант Венецианова заслуживает замечания, но Венецианов не имел счастья развиться в юности, пройти школу, имеется в виду академии, иметь понятие о благородном и возвышенном, и потому он не может вызвать из прошлых столетий важную сцену на свой холст». Понимаете, вот отучился в Академии художеств, можешь вызвать из прошлых столетий важную сцену на свой холст, имеешь понятие о благородном и возвышенном. А Венецианов, он уже взрослый, пришел в Академию, он, конечно, ему это все возвышенно, это невдомек, он вот и развлекается бытовыми сценами с причащениями и прочее. А мы, люди образованные, и мы действуем по правилам. Так вот, вот эти тексты, которые назидали художников. Ну, вот были эти формулировки. Собственно, ведь, если, да, тоже забегая сильно вперед, из-за чего Академия, авторитет Академии пошатнулся, в какой момент, да, когда группа, там был так называемый бунт 14, мы о нем будем говорить все, на следующей встрече, художники, группа художников, которые сказали, мы не будем, мы будем сдавать экзамен, писать картину на золотую медаль, только если нам отменят тему, только если тема будет свободной. Академия на это не пошла, 14 выпускников не стали сдавать экзамен, просто вышли, да, это был такой срыв, да, демарш, и они стали потом первыми передвижниками. Далее, понять, что можно жить, развиваться, делать карьеру без участия Академии художеств, без золотой медали, без поездки в Италию. Но я вам показываю сейчас страницу из книги «Предметы для художников», избранной из российской истории, славянского областнословия, из русских сочинений в стихах и прозе некоего А. Писарева. И вот этот самый Писарев в своей книге 807-й год прямо вот им перечисляет. Вот вы не знаете, про что писать картины? Сейчас я вам дам вот какие-то воодушевляющие вас сюжеты. И первый сюжет, который который у него значится в его хронологии. Так, немножко я да, вот. Итак, он пишет. Этот сюжет называется «Смерть гостомысла». Картина представит мудрого, благочестивого гостомысла на смертном адре. Он окружен старейшинами земли своей от славян, чуди, веси, мери, кривич и дрягович. Или дрягович. Все они, кажется, готовы с ним вместе быть жертвой злой смерти. В стране виден молодой славянский воин, который в отчаянии, в гневе своем рвет свиток. Завещание гостомысла. Это Вадим. Известно по Иакимовой летописи, что Вадим, сын старшей дочери гостомысла, был отрешен от наследия, заняне не гошбе, как писала летопись. Если пожелает... Я вот здесь пока остановлюсь. И вот мы как раз это перед вами рисунок... Рисунок... Опа, вот я не скопировал. Такая сложная фамилия. Репнин Фомин. Смерть гостомыслова как раз 1800-е годы. То есть, возможно, она написана как раз по этой книге. И вы видите, лежает... Ну, это такой рисунок, да, картины... Картины не получилась. Картины такую мы не знаем. Но лежит этот гостомысл. Представители разных народов собрались вокруг него и плачут, готовы умереть вместе с ним. И рядом вот этот самый Вадим, который рвет завещание. Ну, как бы очевидно, что работа написана с книги. И вообще истории государства российского Карамзина. Вот это собрание текстов Писарева и вообще Академия художеств подталкивала художников к тому, чтобы они писали картины на русские сюжеты. Но другое дело, что они, опять-таки, не видели Русь, не знали, как одевались, вообще, как выглядели русские князья, поэтому их вот так превращали в античных персонажей. Это перед вами... Это перед вами... И вот я, видимо, тоже не выписал. Акимов, великий князь Святослав, целующий мать и детей своих по возвращении с какой-то с Днепра, с какой-то битвы. Или вот работа того же Андрея Иванова, который отец Александра Иванова, «Единоборство князя Мстислава Удалова с косовским князем Редедёю, 1812 год». Ну, конечно, в память о войне 12-го года. Он же подвиг молодого киевлянина при осаде Киева Печенегове в 968 году, 1810 год. Героизация, такой пафос, античные такие, и анатомия античная, и какие-то решения, не знаю, отсылающие скорее к Давиду и Голиафу, или поза бегущего воина, напоминающая бога Меркурия, там на крылатых сандалиях, который должен как-то бежать. Или, например, такая вот торжественная работа «Угрюмов въезд Александра Невского в город Псков после одержанной им победы над немцами». Это конец 18 века. Война 12-го года дала повод написать что-то на современную тему. То есть, как вы понимаете, художники вообще писали все время про историю и ничего про свое время, как можно найти какой-то героический момент в современности. И, допустим, художник Лученинов «Благословение ополченцев 12-го года». Картина написана тогда же. Или более такая пафосная «Тихонов расстрел французами русских патриотов в Москве в 1812 году». Написано в 13-м. И здесь, конечно, тоже такие решения, ну, именно такой какой-то большой классической картины, вот эти воздетые руки. кажется, что вообще какой-то именно христианский сюжет, там, не знаю, первые святые, какие-то мученичества, массовые казни, что-то подобное. Много шуму наделала картина Егорова «Истязание спасителя». Ну, как много шума. То есть для нас она такая довольно классическая. Сейчас я попробую ее как-то увеличить, может быть, да? Она кажется довольно простой, но тогда многие на нее обращали внимание, сильный сюжет, мученичество, прекрасная анатомия. И даже вышла такая первая, можно сказать, критическая статья арт-критика, первая арт-критика в России. Это было сочинение, такая статья Батюшкова «Прогулка по Академии художеств» 1814 год. Надо сказать, что первые арт-критики писали не просто критику, типа, прихожу, вижу, такая выставка. Они обставляли свои размышления в виде диалога нескольких участников с разными характерами, словом говоря, с разными взглядами. Такой плюрализм оказывался. и Батюшков пишет. Точнее, у него встречается сам автор, молодой художник, которому нравится вот такая живопись, и некий, вот я, кстати, не выписал, как-то его там звали, типа, не стародум, но, в общем, какая-то такая фамилия, говорящая о том, что он как-то несовременный какой-то, какой-то несовременный человек. Но, когда читаешь, как-то невольно думаешь, что, наверное, вот этот несовременный человек, он даже как-то, может быть, более прозорлив, чем горячий юноша, который все это защищает. Итак, они, юноша говорит, но признайтесь, по крайней мере, что мучитель, прикрепляющий веревку, которые связаны руки Христа, написан прекрасно, правильно, и может назваться образцом рисунка. Лосенко сразу вспоминается, да? Он ясно доказывает, сколько Егоров силен в рисунке, сколько ему известно анатомии человеческого тела. Вот оригинальность нашего живописца. Оригинальность нашего живописца в том, что он знает анатомию. Вот этот такой привереда отвечает. Это все справедливо, но к чему усилие сего человека? Чтобы затянуть узел? Я вижу, что живописец хотел написать академическую фигуру и написал ее прекрасно, но я ни одних побежденных трудностей ищу в картине. Я ищу в ней более, я ищу в ней пищи для ума, для сердца. Желаю, чтобы она сделала на меня сильное впечатление, чтобы она оставила в сердце моем продолжительное воспоминание, подобно прекрасному драматическому представлению, если изображает предмет важный, трогательный. К тому же согласитесь, что другой мучитель поставлен дурно, а воин, он вовсе лишний, он ни на кого не глядит, хотя глаза его отверсты необыкновенным образом. В общем-то, довольно справедливые, по-моему, замечания об этой картине, что действительно есть лишний персонаж, который непонятно в какую сторону глядит, и в целом довольно такая искусственная и, может быть, там, не знаю, даже слащавая какая-то такая композиция. Тем более, опять снова тело Христа, это скорее такое тело отдыхающего Геркулеса, чем тело Иисуса, тела Мессии, пренебрегающего плотью и прочее. Но тут мы должны поговорить о телах еще более подробно. Здесь перед вами два рисунка, точнее, одна живописная студия Кипренского распятия, этюд с двумя натурщиками, 1804 год, и справа Федор Бруни, два натурщика 1813, учебный рисунок. Вы вообще когда-нибудь думали, что в русском искусстве в 19 веке так много мужчин и так мало женщин? Я иногда, честно говоря, признаюсь вам, когда я листаю альбомы с рисунками академическими или с живописью Иванова, например, я вообще думаю, что там какая-то гомоэротика сплошная. Ну, потому что, а где женщины? Я вам не дочитал фрагменты из Писарева, предмета для художников, где он описывает вот эту смерть гастомысла. А он пишет так. Так, и тут я все потерял. вот. Если художник пожелает при кончине гастомысла изобразить женские лица, то не совсем отойдет от исторической верности. Вы вдумайтесь, да? Если захочется изобразить женские лица, то не отойдет от верности. Гастомысл имел трех дочерей. Ну, и там дальше что-то. Следующий сюжет, там, по-моему, что-то... Рюрик призывается там княжить в Киеве. И тоже описывает эту сцену. И в конце, если художник захочет изобразить женские лица, он тоже не совсем отойдет от исторической правды, потому что у Рюрика была жена. То есть, сам вопрос о появлении женского лица на картине, он был немножечко, повторюсь, это был вопрос. Можно женщину вставить? Можно женщину не вставлять? Если вы вставите, вы не ошибетесь. Вы не сильно погрешите. Здесь, конечно, женщина должна быть. Здесь ее почти нет. Единственное, сверху летает. Здесь женщин нет. Здесь женщины в углу изображают семейный вопрос матери с детьми. Здесь тоже есть какие-то женские фигуры. Но на самом деле мы можем найти картины, в которых женщин совсем не будет. И это тоже отличает особенность Российской Академии Художеств. Ну вы представьте себе, это пансионат, интернат, это казарма. Там одни, значит, по уставу подписанной Екатериной Второй, раз в три года прием набор происходит, зачисляются 60 мальчиков. Ну вы представляете себе, 60 там половозрелых личностей. Потом там второй набор, третий набор, их наверное уже 120, их наверное уже 200. Да? Ну какие еще женщины там? Потом это православная сторона. Ну как бы какие натурщицы? Вы как себе представляете? Натурщицы появляются в Академию художеств только в середине 19 века. И я помню значит все читал какое-то описание что была вот такая натурщица приходила только с мамой с матушкой своей. Матушка сидела ее сторожил. Но и это было необыкновенно. Там говорили о том что натурщики они были чуть ли не поколениями. То есть за это платили. Это были крестьяне. Их освобождали от работы. Они тоже начинали жить и немножко работать в Академии художеств. Это конечно не то что жить в деревне пахать на помещика и чтобы тебя плетьми били. А это уже ты просто как у Христа за пазухой живешь и только знай себе голышом стоишь. И соответственно они с молоду до старости позировали. Женщина не будет посвящать свою жизнь позированию. Художники рассказывают что если они находили какую-то натурщицу то один два сеанса все и она ушла. Ей это уже не интересно она вообще не понимает что происходит и это стоит гораздо дороже. То есть если художники и видели работали с женщинами с женской натурой обнаженной женской натурой то это была большая редкость дорого и как правило что называется бестолком. Зато они прекрасно умели рисовать мужчин. Опять не с шести ладно они это только академики пишут обнаженку после пятнадцати но все равно обнаженную натуру мужчину я знаю женщину я вообще не знаю как там что рисовать и была такая знаменитая была такая фраза как правило женскую натуру они открывали как раз за границей вот в италии можно было найти натурщиц которые всю жизнь только и делали что позировали художников но значит встречаются такие фразы художников из италии что стал писать женскую натуру очень трудно она вся такая гладкая зацепиться не за что то есть если ты на протяжении десяти лет писал только мужчин то ты конечно может ну уже вот не поймешь что по другому тело по другие пропорции все устроено вы даже вспомните эти рисунки Лосенко все учебники были с мужчинами только женщин художники наши российские видали голых только в виде статуи ну в смысле могли рисовать соответственно вот когда я говорю что какая-то статуарность в живописи в обнаженных в женских обнаженных образах то ну и в мужских и в женских в женских особенно потому что а где мы вообще возьмем женщин они просто брали скульптуры и как-то их там модифицировали перед вами работа Матвеева 1726 год то есть еще первой половины 18 века это до академии Венера и Амур и конечно хотя Матвеев был за границей вот он тоже как бы плохо понимает что такое женские пропорции даже если они античные да он делает как-то видите довольно довольно стремно или гораздо более позже это брюлов надежда питающая любовь извините за плохую репродукцию 1824 год и тоже вы смотрите на эту грудь и понимаете что или на это на живот да на талию вы понимаете что это ну что же что-то не совсем человеческое а скорее вот такая вот грудь с вздернутыми простите за выражение сосками это опять-таки больше свойственно скульптуре и даже вот ну мне почему-то очень напоминает Венеру Миловскую вот там у Венер такие соски такое расположение сосков вообще на теле мне очень знаете позабавило сейчас в художественном музее идет выставка Петрова Водкина и там представлена вот такая работа юность 1113 года Петрова Водкин подавно женщин как бы плохо знал плохо видел хотя к 20 веку количество натурщиц увеличивается и уже рисуют с натуры но Петров Водкин очень много же занимался самообразованием он занимался каких-то частных учителей выконописанных в том числе мастерских и поэтому он вот это как бы женщин видел писал с них да мало и потом он учился в Петербурге недолго потом он учился в Москве какое-то время но вероятно знаете вот эта забавная деталь вы видите или нет как он поправил сосок опять-таки сначала он написал статуарный сосок там сосок у статуй античных выше да чуть задрани как бы а потом как-то видимо посмотрел подумал решил что вообще-то живая грудь она чуть более как бы обвис ну как бы мягкая скажу так деликатно и поэтому сосок ему пришлось чуть сдвинуть да для большей натуральности может быть даже больше эротичности потому что задранный сосок делает все таким вот немножко кукольным и смотришь на обнаженки старый да это художник Соколов Венера и Адонис 1782 год и удивляешься поражаешься насколько русская живопись с обнаженными фигурами даже когда сюжет любовный насколько они какие-то непорочные да какие они ну не то что бесчувственные но все-таки в них нет той эротики той какой-то удивительной грани между эротизмом и благородством или как вот говоря тем языком красотой и прелестью да которая есть во французской живописи которую мы знаем там вот сейчас я вам покажу да вот внизу это Энгар большая адолиска работа 1814 года выше Александр Иванов полулежащая натурщица 30-40-е годы это он конечно пишет за границей в России он так натурщицу не мог бы нарисовать и так вот он то есть по сути это как первая вообще первая женщина у Александра Иванова и вот он ее пишет да он ее пишет такой тоже мясистый хороший такая итальянка да шикарная шикарная женщина но момент Энгар пишет совершенно вычищенную выглаженную эту адолиску и как она все таки знаете так вот холодно и одновременно кокетливо все таки да эротично смотрит на зрителя возникает какая-то связь возникает вот эта чувственность да и знаете вот там я говорил точнее я цитировал что Лосенко не пишет в отчетах про Буше и Фрагонаре о Фрагонаре самых модных художников французских художников того времени да которых он обязательно должен был видеть почему он про них не пишет потому что у них похабные сюжеты там обнаженные тут обнаженные тут какие-то поцелуи украдкой там да вот какие-то такие вот вещи у него защелка сами фантазируете что там на этой картине изображено вот вот сюжет Фрагонаре это счастливые возможности качелей с развивающимися юбками там да а вот конечно Лосенко это как будто он этого не видит все я тут из России мы тут за правду за возвышенность нам это все не интересно и вот как бы да это эротика во французском стиле и Иванов пишет свою натуру вот одна деталь и никак и все и секс сразу пропадает ничего нет какая деталь ну как вы думаете да она опустила глаза и все все целомудренно все знаете как паранжа наоборот да закрываешь глаза и типа все мы друг друга не видим и не то у Энгра да когда обнаженная вступает в какой-то контакт вот я сразу так на такой мрачняк перехожу знаете это просто интересно как вот этот дух как различаются русские академики от передвижников что нового дали передвижники которые пошли в народ которые стали писать всех подряд да писать очень много с натуры именно такой непрофессиональной натуры не академической натуры это истории я вот прочитал такой у Василия Перова известного русского художника реалиста есть такая небольшая такой рассказ под названием ха-ха под названием в общем неважно есть рассказ где он пишет о том как он пошел писать труп пошел в больницу в морг попросил показать ему нужно писать труп это собственно его картина утопленница так его картина утопленница 67 год 1867 год и он рассказывает что он пришел в больницу там ему перебирают труп он говорит вот этот хочу написать и вдруг он смотрит на него и узнает эту женщину которая там лежит молод ну как бы там достаточно молодая и как бы вот а кто она что она да вот там проститутка условно говоря и он говорит и он пишет ее эту женщину а сам рассказывает как бы параллельную историю что он ее знал как бы он ее знал когда она была живой и что был у него там преподаватель они в Москву приехал в Москву расписывать церковь и говорит мне нужно преподаватель делится проблемой мне нужно написать богоматерь я написал ее там с натурщика там Ивана условно говоря то есть женщины писали с мужчин практиковалось а ну на безрыбье да и говорит не то нужна все таки женщина вот что же делать в Петербурге это трудно достать натурщицу а здесь в Москве вообще подавно там днем с огнем не найдешь а что и потом а что если пойти в дом терпимости может там что-то найдется и вот они идут в дом терпимости находят эту значит проститутку какую-то проститутку и пишут там и его преподаватель пишет с нее богоматерь а потом Перов видит эту женщину и пишет с нее утопленницу вот тело в больнице и вы должны себе представить вот эти два это не просто две картины на выходе получаются я имею ввиду допустим вот такая картина и утопленница Перова а получается разные как бы историю этих этика разная одна картина лабораторная театральная она из каких-то запчастей состоит а другая картина из жизни вышла то есть я встретил эту простую женщину реальную женщину земную женщину у меня с ней история я знаю ее имя я знаю я узнал ее судьбу даже да там как-то это совершенно другие миры как живут художники и как они производят свои картины а как они производят я кстати вам сейчас еще да историй набросаю скульптор скульптор иван витали или витали отметил что для своей лирической венеры 1851 года хранится в русском музее ему пришлось нанимать много различных живых моделей ибо нет возможности в одной найти все условия изящного и потому я по общепринятому художникам обычаю пользуюсь различными моделями выбирая из них формы более изящные соединял их в своем воображении старался выразить идею свою в общем составе из глин выразить идею не выразить человека модель определенная из-за того что не хватало женской натуры отчет 1818 года академии художеств члены совета рассмотрели сделанные учениками четвертого возраста эскизы и по елику программа для исторических живописцев по которой надлежит представить улисса умоляющая помощи царевну навсекаю найдена для учеников трудную ибо картина должна состоять по большей части женских фигур коих они не могут рисовать с натуры то положено вместо упомянутой программы задать им другую которая бы более из мужских фигур состояла вот то есть даже придумали тема потом такие блин тут в этой теме очень много женщин ладно давайте давайте у нас будет да подвиг к являнина давайте у нас будет прям умоляющий ахиллеса да давайте что-нибудь чтобы мужчины одни были потому что женщин нет женщин мы не можем нарисовать а как рисовали женщин давайте я вам еще одну ситуацию это тоже кстати Тарас Шевченко высмеивает одного некого персонажа он некий художник по фамилии Головня он Головня был пансионером общества поощрения художников и когда он по конкурсу Академии художеств должен был исполнить программу на вторую золотую медаль сюжет программы был Адам и Ева над трупом своего сына Авеля для исполнения картины понадобилась женская модель Ева а ее в Петербурге нелегко а главное недешево достать можно парень смекнул вы чувствуете об этом все плакались просто негде достать женскую модель парень смекнул делом и отправился к щедрому покровителю художников и тогдашнему президенту общества поощрения художников Кикину просить взаимоспомоществование то есть денег для наемки натурщицы и получивши 100 рублевую ассигнацию зашил ее в тюфяк а первозданную красавицу написал с куклы которые употребляют живописцы для драпировок то есть дайте денег на модель потом блин 100 рублей да я лучше с куклы по старинке напишу чем потрачу потрачу эти деньги вот такие вот были истории единственным художником да но все-таки эротика же как-то была то есть я во-первых что хочу сказать то есть вспомните какую-нибудь картину русскую 19 века чтобы там была какая-то эротика вообще ну чтобы там была вот чувственная было чувственное женское тело очень трудно да там можно сейчас я вам сейчас покажу несколько примеров но это действительно прям единицы какие-то их надо прям вспоминать знаете вот зажмурившись но тем кто начал открывать женское тело был настоящее женское тело был Венецианов Алексей Венецианов которого мы упоминали поскольку он был помещиком и у него были крепостные и он не в Академии художеств рисовал местных натурщиков а он отправил там ну там рисовал конечно он там учился а потом возвращался к себе в деревню и там мог позволить себе рисовать с крестьянок а они безропотные ему противиться не могли и вот он пишет перед вами две работы одна туалет Дианы слева и купальщица справа 1740 простите 1840 1829 главным эротическим художником России да кстати России ну потом еще есть Александр Дейнека он тоже бесподобный такой эротоман но это конечно Карл Брюлов Карл Брюлов открыл вот настоящее женское тело и конечно открыл его тоже не в России он открыл в Италии первая эротическая картина которую он послал в Россию вызвал бешеный восторг именно потому что они увидели настоящий уровень вот этой европейской открытости работа итальянское утро 1823 год итальянка умывается обязательно она конечно должна умываться топлес не знаю с чем это связано но как бы вот такая чудесная картина при том что ярко освещена освещена именно спина шея да прозрачное ухо рефлексы там на щеках в основном тело вот это все эротические места они в тени в то же время вот такое приятное кокетство возникает то чего так не хватало русской целомудренной живописи ну а уж это был 23 год а уж к 32 году он достиг просто феноменальных успехов пишет Версавию тоже как бы полную вещь ну вещь очень откровенную да с таким тоже живым телом оно конечно кажется немножко тоже статуарным если мы говорим опять про расположение сосков но тем не менее это вот как бы такое тоже откровенно эротическое без какой-то великой мысли картина за ним пытался поспеть Федор Бруни пишущий в 1827 году пробуждение грации но это в его творчестве это буквально вот одна-две работы с женским обнаженным телом и больше он к этому не возвращался но зато у него была работа смерть Камилы сестры Горация да здесь есть вот с Бруни ну точнее нет не с Бруни а сейчас подождите посмотрю да с Бруни началась вот эта тема ну ладно все запутался уже не с Бруни а вообще очень такая интересное было решение соединение смерти и эротизм определенного как вы поняли женскую натуру редко раздевали до гола в основном вот ограничивались грудью топлес и вот это это было достаточно и это приоткрытость да это раздеться она конечно добавляла иногда чаще всего интерпретировалась именно с драматической точки зрения да то есть такое нечаянное оголение в момент вот смерти в момент какой-то какой-то агонии да смерть Камилы сестры Горация сюжет здесь такой у меня кстати есть да сюжет здесь такой это перед вами картина Жан-Луи Давида клятва Горациев было два враждующих семейства в древнем Риме это же при как бы самое раннее время Рима два враждующих семейства Горации и Куриации причем сестры Горациев были влюблены или как-то чуть ли не женаты запросите замужем за Куриациями а в то же время как бы две семьи вступили в спор за власть и произошла стычка битва ну на этой картине Горации дают клятву братья дают клятву что они убьют как-то там победят Куриация женская половина вся плачет это тоже классическое деление как у Лосенко Владимир Рогнед мужчин и женщин одни бравые храбрые а другие плачут все время поскольку незавидна их судьба они плачут что ничем хорошим это не кончится и вообще война дел плохое вот но как когда-то говорил наш президент кому война кому мать родна были у него и такие слова вот здесь вы эту ситуацию как раз видите братья Горации торжествуют и сюжет который выбрал Бруни это случилась эта битва и были убиты все братья были убиты Горации кроме одного он возвращается и видит свою но как бы но в то же время Горации победили да просто от них остался Куриации все погибли а от Горациев остался один брат он возвращается и видит что его сестра плачет о том что у него мужа убили мужа Куриация или возлюбленного и он вонзает в нее меч вроде как бы не доставайся никому вот ты предательница вот такая сцена но при этом в этой сцене вы видите что народ весь ошеломлен он не понимает да как же можно убить собственную сестру но вот Гораций здесь показан как такой вот герой он не раскаивается он не видит вообще что он натворил он все еще вот в этом в этой убежденности что он поступил правильно и как бы показывает на нее как бы говоря будет наука да впредь другим будет наука работа наверняка на нее оказал влияние более ранние вещи это художник Матвей Пучинов сейчас да Матвей Пучинов смерть Камилы Сыргоря Горация 1787 год схожесть пос определен ну точнее вот это тут любопытно как они различаются Пучинов сделал Горация все-таки как бы героем то что мы не видим его лица означает что мы как бы от его имени он от нашего имени действует да он наказывает за малодушие за излишнюю чувствительность свою сестру в то время как Бруни разворачивает и как бы делает его все-таки персонажем да он как бы мы видим его его эмоции тоже предмет нашей рефлексии в том числе например нашего отрицания и другая другая работа которая повлияла на Бруни это работа Камучини очень популярного в Италии художника в то время который считался тоже там классиком и академиком и все ехали в Италию общаться знакомиться с Камучини и учиться у него уму-разуму и вот взята картина Камучини смерть Виргинии где отец убивает свою дочь там тоже очень интересная история коротко ее расскажу там мы не мастера подобрать историю другое дело что живопись не выражая да не может выразить всю эту историю надо знать ее надо знать чтобы вообще понять что происходит история такая что был некий значит плохой человек вот он сидит он был судьей ему понравилась эта Виргиния и поскольку она ему отказала он подговорил другого человека заявить в суд а он сам был судья на то что Виргиния является его рабыней и как судья он признал правоту этого человека и как бы то есть в рамках судебного заседания фактически сделал Виргинию рабыней но тут является ее отец он был легионером убивает свою дочь со словами так я сделаю тебя свободной в общем это этика за гранью нашего современного понимания но красиво да после чего начинается восстание и собственно этого неправедного судью не помню его имя свергают там арестовывают и прочее прочее все это упирается в спор плебса и патрициев древнеримских так вот посмотрите на позу Виргинии посмотрите на жест ее отца и соответственно вспомните картину Бруни здесь очень много схожего я опять повторяюсь что художники Академии художеств прежде всего были нацелены на правильный эклектизм правильное соединение каких-то частей чужих частей переосмысления возможно но никак не на сочинение какой-то там собственной композиции композиции сочиняли просто единицы в очень редких случаях но например таким изобретателем был Карл Бурюлов в своей знаменитой в своем знаменитом полотне последний день Помпеи 1830-33 года это огромное полотно во первых оно вы знаете опять читая мы ведь знаем три огромных полотна за всю историю русской живописи это последний день Помпеи 33-й год закончено это Бруния медный всадник 41-го года и это Иванов явление Христа народу так и и у меня нету года но она по-моему чуть ли не в 50-е годы была закончена это был какой-то феерическое полотно я все время говорю что это картина блокбастер вообще подобные картины блокбастеры то есть это сейчас знаете мы можем зайти в какой-то зал там русского музея Третьяковской галереи и на подобное полотно посмотреть ну не знаю там ну сколько ну минуту ну две минуты ну это уже предел какой-то что там смотреть еще больше двух минут ну каждого уже можно окинуть взглядом и пойти дальше тогда люди сидели целый день медитировали на эти картины по крайней мере такой величины и ну такой многофигурности они вот впитывали каждый там сантиметр этого полотна и получали огромное количество эмоций и там не знаю впечатлений к сожалению опять-таки или к счастью не знаю да с течением времени мы утратили такие такую способность у нас есть телевизор у нас есть интернет и мы в общем так долго не можем смотреть на застывшее изображение а тогда таких вещей не было и люди очень медитативно жили и получали в общем массу эмоций и всяких импульсов вот даже вот от живописи от живописи даже небольшого формата что уж говорить про такую огромную картину и поэтому неудивительно что когда например ну вы наверняка наслышаны о славе этой картины о том что она проехала по Италии потом она приехала в Петербург и толпы ходили на нее смотреть и ну знаете тогда люди действительно были более впечатлительны чем сейчас и вот ну немножко в сторону отойду Владимир Мартынов композитор современный композитор российский он у него есть там текст трактат книга о том что время композиторов кончилось конец времени композиторов почему потому что вот раньше композиторов носили на руках и качали после того как прозвучало их произведение овации могли длиться чуть ли не дольше чем само произведение или столько же а сейчас послушали все дальше пошли у нас уже в соседнем ресторане то есть уже мы не так воспринимаем острое художественное произведение а тогда вот пишут про картину про Брюлова его картину города где картина была выставлена устраивали художнику торжественные приемы ему посвящались стихотворения его носили по улицам с музыкой цветами и факелами везде принимали его с почетом как общеизвестного торжествующего гения всеми понятого и оцененного вот так вот Брюлов и даже Гоголь у него есть статья об этой картине он говорил да вот сейчас говорят что в 19 век не может родить гений но это рано сказано да не будем значит молодушничать и скромничать есть имена например Брюлов и в частности тоже говоря об этой картине но если с академической точки зрения посмотреть она действительно очень академична потому что в ней тоже очень много семейной темы то есть что какую группу не возьми здесь только одна группа является цеховой скажем так да вот здесь вот есть автопортрет художника и здесь какие-то торговцы да с кувшинами на головах там да какие-то носильщики здесь есть священник кажется что да или какой-то не знаю кто но в основном группы разделены по семейному принципу молодая семья с детьми мать с младенцем дети взрослые несут своего старика отца мать упала и говорит оставь меня а сын не может уйти пока значит она не встанет юноша держащий свою умирающую невесту на руках и здесь вот тоже мать с дочерьми и вот ну старик наверное сам по себе а кстати первый христианин вы видите крест у него на шее такой правозвестник и вот опять-таки мать с дочерьми то есть очень важны вот эти семейные отношения и некие тоже гендерные роли защитники значит спасатели или наоборот чрезвычайно ранимые хрупкие беспомощные персонажи все здесь смешалось но эта тема также она как будто бы из древней какой-то античности из древнего Рима история извержения вулкана Везувий но в то же время она передает очень актуальное что ли мироощущение Гоголь пишет про нее картина Брюлова может назваться полным всемирным созданием в ней все заключилось по крайней мере она захватила в область свою столько разнородного сколько до него никто не захватывал мысль ее принадлежит совершенно вот это вот важная фраза мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века который вообще как бы сам чувствует свое страшное раздробление стремится совокуплять все явления в общей группы и выбирает сильные кризисы чувствуемые целую массою ну то есть хочу уточнить то есть эта картина эта жизнь после великой французской революции после войны 1812 года и после вообще всяческих исторических катаклизмов там польское восстание не знаю там французские французские всякие революции перевороты которые были не только после Наполеона даже вот все вот это всякому известны прекрасные создания и дальше он говорит о том о примерах других картин в то же время которые написаны в то же время всякому известны прекрасные создания которым принадлежит видение Вальтазара разрушение Ниневии и несколько других где в страшном величии представлены великие катастрофы которые составляют совершенство освещения где молния в грозном величии озаряет ужасный мрак и скользит по верхушкам голов молящегося народа то есть это описание классической картины картины катастрофы того времени да как фильм катастрофа вот были такие в моде картины катастрофы катастрофы от того что мы познали ситуации когда гибнут целые народы когда что называется там добро и зло меняются местами когда все разрушается когда там головы королей летят там на землю и прочее и прочее или там один народ идет на другой и даже народы да вот это война 12-го года наполеоновской армии прошла прошла по Европе и там вытоптала значит ее половину этой половину этой части света но и эта картина я хочу сказать это идеал Брюлова то есть вот эти группы вот эти блески вот эта катастрофа вот это это ощущение да потом он приезжает его вынуждают у него был большой конфликт это отдельная история прям можно зачитываться его конфликты с царской семьей Николая первого как Николай значит пытается диктовать что делать художникам устраивать какие-то цензуры даже точнее играет в отсутствие цензуры а в итоге очень любит контроль над художником это еще по Пушкину да тоже все известно нет я не листец когда царю я гимны вольные слагаю строчка из Пушкина а царь какой Николай первый и вот эти гимны вольные Брилов приезжает и вынужден тоже эти гимны вольные слагать и в частности Николай первый заказывает ему картину осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году сюжет из истории времен Ивана Грозного Ливонские войны поляки которые побеждали побеждали но вот сломали зубы так сказать Псков и там был заключен какой-то мир эта картина просто такого же размера огромного как Последний день Помпеи но при этом она является как бы анти-последним днём Помпеи во-первых Последний день Помпеи это картина такого торжествующего сочувствия тот же Гоголь пишет про Последний день Помпеи что главная её мысль в том как нам дорога земля как нам дорога жизнь какие прекрасные люди гибнут на этой картине Матери влюблённые благородные дети отцы все здесь прекрасные но они гибнут и поэтому мы говорим как прекрасна земля как нам жаль с ней прощаться и эта картина торжество победа русские переходят в наступление мы поляков вообще здесь мало видим и на переднем плане священник в чёрной рясе почему это антикартина здесь в центре в глубоко уходящей перспективе светлое пятно залитое светом вот это в светлой одежде мать и здесь чёрный поп в чёрной рясе на лошади круп и зад этой лошади виден вдали горит башня псковского кремля разрушена стена но как бы то есть мы упираемся мы не вдаль уходим а мы упираемся всё время стукаемся взглядом об это чёрное пятно и даже если мы посмотрим на композицию я не знаю что тут криво косо это сделал извините если последний день Помпеи это перекрещивание перекрещивание линий точка схода да определённый центр то осада пскова это наоборот такая обтекаемая композиция немножко вздутая на нас не уходящая вдаль как последний Помпеи а наоборот вздутый на нас такой пузырь и фигуры как бы вот в виде такой бубновой масти что ли так сложенные и это как бы совершенно очень динамично экспрессивно я как бы здесь спорить не буду но это действительно как бы анти последний день Помпеи поскольку эта картина не затягивает нас а наоборот всячески выталкивает выдувает как бы мыльным пузырём как бы нас оттуда она сама становится композиция как подлупой такой потому что как бы наиболее близкие элементы все остальные уходят в разные стороны да и соответственно есть ощущение что мы вообще как бы выпадаем из этого и здесь сочувствовать нам некому ну разве что подшилошник больше все остальные страшно счастливые и их ждёт только большая радость тем не менее хотя мы говорим про что художники изучали анатомию всячески за реализм боролись тем не менее вот эта условность которой прибегают академии художеств она у неё есть у русских художников были аналоги за рубежом это в частности я вам показываю наверное вы узнали Уильям Блейк Адам и Ева находят тело Каина вы простите находят тело Авеля да помните что такой сюжет даже в академии художеств предлагают да я зачитывал да фрагмент где художник нужно было нарисовать он в итоге взял деньги на модель и присвоил эти деньги нарисовался куклой вот это же тоже сложная психологическая ситуация да очень красивая Адам и Ева которые вот были искушены они находя тело Авеля как бы понимают что они ну что это тоже плата да за грех это вот теперь их новая реальность они что теперь по-настоящему закончился рай потому что начались убийства среди своих да брат убил брата что вообще как бы происходит куда все катится и вы видите довольно условные анатомические какие-то вот такие очень экспрессивные фигуры которые делает создает Блейк и примерно да это рисунок это рисунок 26-го года 1826-го года и в 1841 году Бруни пишет полотно под названием Всемирный потоп где тоже довольно условные вы видите такие фигуры условный пейзаж очень в духе там Блейка того же стихия все очень как бы его напоминает но там только гораздо позже вообще очень интересно что они русские академисты иногда находили хотя они ехали в Италию они находили поддержку своим вкусом своим экспрессивно идеологическим формулам очень стремящимся к аскетизму они находили именно в протестантском искусстве то есть в частности если Блейк то это английская английская школа или немецкая школа потому что например тот же Бруни или Александр Иванов были под большим впечатлением от назарейцев но я про назарейцев сейчас еще позже расскажу для начала Федор Бруни и его медный змей работа которая написана как бы по следам успеха Брюлова и они сначала были друзьями потом рассорились и конечно Бруни считал что он должен как-то Брюлова перещеголять в частности он его точно перещеголял в размере это самая большая картина в русском музее и вообще одна из самых больших в русской живописи медный змей какой здесь сюжет Моисей водит евреев по пустыне они начинают роптать и одна из форм наказания как бы дисциплинирования этих несчастных евреев было то что Господь насылал на них змей которые их всех кусали они болели умирали и в итоге взмолились о помощи обратились снова к Моисею и Моисей изготовил как-то или там Бог ему послал скульптуру медного змея и только тот кто будет смотреть на эту фигуру тот и выживет условно говоря и вы здесь видите людей которые уже не в силах посмотреть из-за боли из-за последней агонии они ее испытывают и тех кто отчаянно пытается к этому медному змею приобщиться посмотреть на него видите мать которая прижимает младенца к колонии в надежде что это спасет его спасет в центре Моисей священнослужители которые так вот холодно на все смотрят картина с двояким смыслом если с двойным смыслом как иногда пишут если картина Брюлова была про чистое наказание смерть агония то Бруни говорит о надежде есть спасение просто вы должны выполнить условия да змей кстати вы видите они прям с неба падают преодолейте страх преодолейте боль возьмите себя в руки посмотрите на медного змея условия очень просты вам нужно только как бы признать что спасение возможно перестать отчаиваться и увидите разных людей которые в разных здесь состояниях встречают этот момент тоже подобно Брюлова он не массу пишет а делит фигуры на группы это тоже семейные группы русский классицизм обожает семейный вопрос поэтому здесь видите матерей с детьми вы видите родителей хоронящих своих молодых детей там или там или наоборот вы видите одиночек которые уже никто им не поможет вот они лежат по центру считается что это работа такая как бы ответ тоже Николаю второму ответ на происходящее в России на цензуру призыв к милосердию милосердие возможно потому что конечно все обсуждают судьбу декабристов и вот вроде бы это тоже такое политическое послание очень важно есть свет в конце тоннеля или нет в работах художников а теперь про назарейцев уже девять я немножко задерживаюсь но мы уже близки к финалу нам осталось только Ивана назарейцы это группа немецких художников которая приехала в Италию и которая искала вы знаете это удивительно в 19 веке вот немецкие художники еще английские но попозже образуют такое прерафаэлицкое прерафаэлицкие сообщества то есть они интересуются искусством европейским до Рафаэля до эпохи возрождения искусством иконописи или хотя бы Джотто или хотя бы Чимабуэ там художников круга ну не знаю там Боттичелли или например Пьера Дел Франческо да то есть там возможно есть перспективы там возможно есть объем но в таких более ослабленных формах и это такое целомудренное чистое искусство как бы до чувственной поры до Микеланджело до Леонардо и до Рафаэля до любовной поры там есть любовное томление но оно вот какое-то такое знаете будет немножко трубодурское то что вы видите это картина художника я же выписывал а вот Иоганна Фридриха Овербека главы Назарейцев да почему они почему кто они почему они жили в Италии они как бы немецкие художники которые переехали в Италию там устроили художественную коммуну в надежде что они здесь прикоснутся к истокам к каким-то к чистым истокам вот этого итальянского раннего возрождения и в рамках этого раннего возрождения пишут картину то есть то что вы видите это полотно 1828 года 19 век который называется Италия и Германия как бы две сестры с разным темпераментом да холодные теплые но вот они вместе ну вот вероятно слева будет Италия справа Рыжая Германия вот как тут они так тоже по-сестрински обнимаются и вот эта бесполость чистота она очень импонирует русским художникам особенно Александру Иванову который вообще просто его творчество является такой вершиной что ли русского академизма в его текстах в его письмах мышление академическое миссионерство академическое дошло просто до такого апогея когда его перестали всерьез воспринимать даже собственный отец и в общем ближайшие какие-то друзья и это был такой последний вздох академии академизма после которого можно было там только как бы он уже как бы просто повторялся и кружился по кругу уже без того без того пафоса который был у Иванова довольно таким искренним итак он пишет Аполлона, Диацинта и Кипариса занимающийся музыкой и пением 1734 год это итальянская картина итальянский период что здесь да вот это как бы почему он пишет все время мужчин потому что долой чувственность долой женственность да нужен чистый дух да Иванов это художник чистого духа поэтому на его картинах вы очень редко встретите вообще женские фигуры а если встретите то это будет сюжет например да явление Христа Марии Магдалине после воскресения где он как бы вообще говорит отойди отойди от меня мы видим сцену поклонения мы видим сцену дух победивший плоть да дух явившийся да по сути это такое провозвестник будущего явления Христа народу и вещь вот такая абсолютно вот такой чистой духовности и а духовность она да она телесна просто это мужская телесность вот мужская телесность она духовна да женская наоборот там как-то клетворно поэтому Магдалин у него одета да она вся в драпировках он пишет Иисуса белым он пишет пишет отцу в письме что перед ним трудная задача изобразить полностью белые одеяния никогда в жизни он в искусстве такого не видел и вот он наконец вот может такую задачу решить что-то какой-то трактор едет и такую чистоту и бестелесность он встречает и в творчестве Авербека эта работа тоже 19 века Авербек утро пасхи называется картина ну собственно тоже утро воскресенья никакого знаете вот они знаете смотрят невидящими взглядами у них абсолютно вот эти чистые просветленные лица мы бы назвали их искусственными кукольными но для тех художников это именно вот лицо абсолютного покоя да вы здесь тоже можете видеть это лицо да есть жест но как бы лицо без малейшей мимической как бы морщины да оно такое вот лишь взглядом опять-таки как с иконой там что-то такое вот общается с Марией Магдалиной даже без слов здесь то же самое и в итоге да потом появляется работа а я не хочу вот это сначала сказать да ладно потом и в итоге появляется явление Христа народу которое первое название картин явление Мессии то есть понимаете что здесь за сцена это сцена крещения Иисус приходит креститься первая встреча Иисуса с Иоанном крестителем Иоанн предтеча что-то прям такое музыкальное а можете кто-нибудь закрыть окно мне кажется сразу нам станет лучше спасибо большое но это не просто сцена крещения Иисус пришел сам креститься а это именно явление первое появление Христа народу народ видит для кого вообще к чему он готовился и вообще картина подлинная мысль картины мысль не сюжет а мысль в том что мы как-то жили мы что-то делали и был человек который нас куда-то вел а потом этот человек говорит а на самом деле мы все это все делали ради него ради этого для какого-то другого момента другой эпохи другой какой-то ступени развития вот сейчас эта ступень наступает то есть такой пограничный момент жили одним образом сейчас будем жить по-другому и передача вот этой марафонской эстафеты точнее эстафетной палочки от Иоанна Крестителя к уже настоящему мессии который будет на кресте собственно крест это вот ради него все было такой именно момент как бы перехода рубеж эпох что ли изображается поэтому Иисус вот он так обособлен отделен он все еще вдалеке он все еще очень вдалеке и люди вынуждены вы видите там кто-то волосы поправляет кто-то щурится да все как-то оборачиваются да все хотят увидеть это что что кто да что это за будущее да там или как пела Пугачева устроены так люди желают знать желают знать желают знать что будет вот это вот этот самый момент что будет он вот на этой картине собственно и изображен она тоже огромная и вы знаете уже после двух огромных картин он ее еще писал очень долго там больше 10 лет он писал это полотно с огромным количеством эскизов ну это все тоже известно приходите в Третьяковку и видите что кроме картины еще огромное количество эскизов выставлено то же самое было на первом показе в Петербурге но Иванов встречал непонимание вы знаете это все таки почему я говорю это был излет академической эпохи уже это середина 19 века уже 50-е годы и уже условно говоря после Брюлова и после Бруни Иванов очень раздосадованно пишет знаю что многие скажут да зачем писать огромные картины куда их девать эти вопросы со временем уничтожатся Россия еще только процветает художники еще почти ничего не произвели но вот этот вопрос зачем писать огромные картины куда их девать на самом деле это был вопрос который Брюлову передали что это была фраза Василия Жуковского известного поэта воспитателя царской семьи который был довольно прогрессивных взглядов всегда во всех как бы веяниях современных участвовал всем помогал и этот супер как бы прогрессивный хотя уже довольно пожилой человек говорит ну куда такие огромные картины ну вы что вообще с ума что все посходили что ли что за мания величия куда их вешать спрашивает Жуковский а Иванов будущее будущее это сейчас вы спрашиваете куда вешать а потом найдется куда ну вот сейчас теперь Третьяковская галерея висит счастливо но важно что даже собственные современники вы не совсем понимали а он при этом очень уверовал опять-таки он выпускник академии художеств его отец художник он уверовал в кто такой мессия это художник мессия поэт мессия и Авербек был очень ему близок он писал там всем своим родным что сейчас в Риме показывают картину Авербека так картину Авербека Триумф религии в искусстве она была написана в 1840 году и вот и вот такая живопись которая действительно как будто со времен Рафаэля к нам прилетела и уже не в 18 не в 17 не в 16 даже таких спокойных гармоничных картин никто не писал тем более с таким сюжетом вдруг из глубины веков вдруг она проявилась в середине 19 века под кистью Авербека который на самом деле над назарейцами немножко посмеивались именно из-за их такой архаичности для Иванова это было высшее произведение я горжусь что я живу во времена когда написана эта картина собственно и сам сюжет Триумф искусства в религии простите Триумф религии в искусстве то есть религии искусства создают такой симбиоз религии простите искусство должно прославлять религию в этом его высшая цель и поэтому конечно какие передвижники какой Делакруа какие там последние веяния искусства 19 века какие реалисты какие натуралисты натурализм был еще направлением для человека который считал что только к высшему поэтому он смеется над венецианом вот он не различает у него нет понятия он школу не закончил поэтому он не знает что такое благородство что такое высокое искусство но давайте мы вернемся да к планам к прожектам Иванова он да не давайте про Христа он писал своим друзьям поэт славяно-русский должен быть более в духе азиатском в виде пророка он должен высказывать ярко недостатки и возвышать добродетели художник его вторит то есть как бы он такой же как и поэт удивлялись Яну Усмовичу вырвавшемуся вырвавшему шкуру разъяренного быка удивятся и мне когда я когда в разъяренный час государя я его не только успокою но и образую открыв ему тайну будущей России которую он должен начать проводить к этой новой цели он говорит о себе да что я успокою государя да я вообще направлю я открою государю истинное предназначение его России покажу пути вот это те слова после которых читающие крутили пальцем у виска и говорили ну Александр Иванов уже с ума сошел вместе с Гоголь вероятно вот и вот но опять-таки это то к чему академия всегда шла да наконец-то родила она такого человека который уверен что он пророк или должен быть пророком и должен написать картину которая изменит людей смотрящих на нее направит куда-то подскажет что-то и тоже в одном из писем вот я собственно мы говорили про золотых точнее наша лекция называется золотые медалисты русской живописи вот так выглядит золотая выглядела золотая медаль академии художеств за которую боролись художники в 1815 году ну по крайней мере в определенный период с 1815 года вероятно по 30 и потому что потом она стала выглядеть вот так это вот золотая медаль 30 30 года точнее вот эта вот ее сторона где сидит мужчина на одной сторон обязательно портрет императора так вот Александр Иванов писал что надо бы нам к русским художникам очень плохо относятся русские консулы русские послы русская знать в Италии чтобы она больше уважения имела художники должны носить медаль постоянно у себя на груди на ней должен быть изображен император это понятно а на другой вместо старика держащего лавровый венец нужно слово достойному по центру написать и окружить не лавровым а терновым венцом вот понимаете то есть художник вот он в терновом венце достойный избранный император им поэтому да медаль все время ношу на себе и чтобы все видели и все уважали художника который вот как бы академию закончил и старается на благо отечества вот и здесь я должен как бы закончить саму лекцию но у меня еще короткий короткий эпилог потому что да Александр Иванов это вершина академизма и как бы ее даже я бы сказал не такая в своем пафосе в своем в своей убежденности принципиальности недостижимая вершина более недостижимая вершина а в качестве такого эпилога что ли потому что в следующий раз мы с вами будем говорить о передвижниках мне хочется указать на эту картину ареста Кипренского который хотя и опять-таки больше известен как портретист у него есть несколько сюжетных вещей и эта работа называется читатели газет в Неаполе или путешественники в Неаполе там читающие газету слово путешественник здесь важно современники его знали и всегда называли именно так ваши путешественники пользуются успехом писал там учредители выставки из Петербурга и что это за путешественник то есть для современников было очевидно что это не русские типажи что это не русские читатели газет и современные критики считают что работа посвящена полякам беглые поляки в Италии читающие газету французскую газету с новостями о восстании в Польше 1830-1831 годов вещь написана в 1831 году и соответственно из такой вот вроде бы невинной но очень современной портретной группы почему современной какой-то веки газета в картину попала до этого все как-то луки стрелы сандалии а тут вдруг газета и такая собачка современная это не какой-то светский портрет а какая-то сюжетная сцена как будто бы бытовая так вот да еще и поляки читающие новости со своей родной Польши которая борется ну в тот момент было восстание за независимость от Российской империи что-то вообще кощунственное но благодаря тому что как-то это все загадками вот разве что видите год так ясно вычерчен да новости были волнующие новости были пугающие восстание собственно было подавлено да и на заднем плане там я не знаю везу ну везу давно потух как-нибудь этно да некий вулкан который начинает здесь дымиться да у них на заднем плане извержение вулкана как тоже какой-то значит символ каких-то революций все-таки художники даже академисты понимали что в той или иной степень им нужно вернуться к реальности им нужно вернуться к своим современникам и описывать их жизнь и их какие-то тревоги социальные в том числе политические разные да и в итоге академия потихонечку точнее академия попыталась не сдаться она выдержала бой этих бунтов 14 но зато ширилась вот это движение художников которые работали с реальностью спасибо за внимание о реальности еще поговорим вот и да до новых встреч на лекции про передвижников спасибо 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 Продолжение следует...